ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Сегодня нам очень хочется узнать, как вы к этому пришли, почему это произошло и насколько сильно изменилась ваша жизнь после того, как вы начали придерживаться здорового образа жизни. Давайте поговорим об этом. Анна является дизайнером одежды и основателем проекта нетоксичного образа жизни. Аня, расскажите, биохакинг почему? Ну, вот как раз я недавно писала в своем инстаграме, потому что такой вопрос очень часто возникает, да, как я к этому пришла и так далее. На самом деле я к этому пришла очень давно, уже больше, ну, наверное, 12 лет точно. И вообще я всегда с этой мыслью всегда жила, что таблетка от старости, она существует, да, просто нужно что-то, что-то как-то ее найти, да, и что-то с этим сделать. То есть, на самом деле, ресурс человеческого организма очень большой, да, и мы до конца не знаем, на самом деле, насколько он является существенным. Вот, только в наших силах это испытать на себе и понять, да, как это работает. Вы путем экспериментов к этому пришли? Я путем только экспериментов, я только практик, вот, но, конечно же, база у меня была такая хорошая, потому что у меня мама медик, да, она всю жизнь в медицине. Какие-то там свои врачебные штучки она использовала всегда, я это помню. Я, естественно, ну, с какого-то уже сознательного возраста тоже к ней подключилась, вот, и, соответственно, все это на себе пробовала. То есть лет, наверное, ну, 15 назад, скажем так, я вообще об этом начала всерьез задумываться, да, то есть тогда мне, наверное, было, ну, наверное, 30 еще не было. Соответственно, что я начала практиковать еще тогда? То есть сейчас, понятно, эпоха интернета, эпоха информации такой, да, вообще, которую можно достаточно легко достать, получить, там, просто зайдя в свой телефон. Раньше, конечно же, такого не было, то есть раньше можно было только либо с кем-то пообщаться, либо там что-то почитать, вот, и, соответственно, еще телевизор, еще телевизор, какие-то передачи, вот. И тогда мне начала уже поступать какая-то информация отовсюду, да, что вот как сохранить себя, да, как долго хорошо выглядеть, как не стареть долго, да. Тогда я услышала такую информацию, что нужно отказаться от мяса, вот. Я эту тему, естественно, начала изучать различными способами, то есть тогда я очень увлеклась аюрведой, вот, и начала практиковать это, естественно, тоже на себе. Очень многие, кстати, биохакеры из аюрведы к этому приходят. Да, да. Йога, аюрведы, то есть вот такие практики. Вегетарианство. Вегетарианство, да, то есть, естественно, это был вот такой мой первый шаг. И я, ну, действительно, очень долго в этой теме находилась, и я, ну, больше 12 лет не ела мясо. И, наверное, все-таки это сыграло свою роль, да, в том, что организм, организм переходит, да, в такое состояние, когда, ну, то есть мясо, оно считается достаточно токсичным. Это уже факт, да, доказанный. Вот, поэтому вот это мой такой был первый шаг и мой первый эксперимент. Биохакинг в том смысле, который он понимается сегодня, да, это системное изучение своего организма, да, это постоянный контроль анализов и так далее. Вот здесь расскажите свой опыт, какие анализы вы сдаёте, как часто и... Ну, наверное, так в эфире мне это будет сложно рассказать, потому что это достаточно такой серьёзный подход, да, и он... Он предполагает, что у нас в организме, естественно, есть, ну, как бы, организм не идеален, да, он как бы... Для того, чтобы он работал как часы, нужно постоянно что-то контролировать. И эти анализы, они не могут быть какими-то одинаковыми, да, ну, во всяком случае, на моём опыте. Они каждый раз разные, они каждый раз меняются и каждый раз, скажем так, в зависимости от исходных данных, да, то есть на сегодняшний день, если вот, как я сказала, да, 12 лет я не ела мясо, были определённые ошибки, естественно, допущены, потому что, ну, недостаточно было там данных, недостаточной информации, которую я бы изучила, да, и, соответственно, вот на сегодняшний день у меня есть там определённые проблемы, есть определённый сбой, который я сейчас корректирую, да, и работаю каждый раз по определённой проблеме. То есть, допустим, щитовидная железа, там, ещё какие-то моменты, вот таким образом это всё происходит. Ну, рекомендуют ещё все доктора, кто увлечён этой темой, да, там, превентивной медициной, да, биохакинг, сдавать витамин D и ферритин. Да, это такие базовые показатели, которые, конечно, неплохо было бы сдать каждому человеку. Это витамин действительно D сейчас такой известный, да, витамин, который даже уже не витамин считается, а гормон, участвующий во многих процессах в нашем организме, просто необходим нам и для синтеза половых гормонов, да, мужчинам и женщинам, для работы всех органов и систем. Вот, поэтому, да, это очень важный анализ, который нужно сдавать периодически каждому человеку, ну, желательно несколько раз в год. Вот, также ферритин, я бы ещё добавила сюда витамины группы В, В9, В12, вот. Ну, вот это такие, да, основные показатели. Ну, и биохимию, хотя бы минимальную крови, то есть общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой, с необходимыми биохимическими показателями, например, по печёночному профилю, там, ну, вот хотя бы вот этот минимум. А, хотела бы вернуться к мясу, то есть 12 лет не ели, то есть сейчас вернулись снова, да, ввели в свой рацион мясо? Да, да, сейчас мне пришлось немножко скорректировать всё-таки свой рацион с учётом моих моментов состояния организма на сегодняшний день. Вот, но, конечно, если мы говорим о, как бы, продолжительности жизни, да, о биохакинге, то мясо, сформировавшемуся здоровому человеческому организму, взрослому, уже необходим самый минимум, ну, скажем так, белка, да. Белка нам много не надо, потому что мы уже сформировались. Поэтому, да, я планирую всё-таки вернуться к своему эксперименту вегетарианства, но немножко позже. Через какое-то время, да, то есть это временные меры, да. Почувствовали ли вы какую-то лёгкость в теле, в энергетике, когда от мяса отошли? Да, несомненно, конечно. Состояние, на самом деле, очень сильно отличается. Но сейчас уже у меня это состояние, оно, в принципе, есть, что я ем мясо, что нет, то есть оно у меня присутствует в любом случае. А если сравнивать, когда человек всю жизнь его ел, да, и потом отказался, здесь, конечно, разница будет существенная. Я хочу отметить, что когда мы переходим, приходим к теме ЗОЖ, да, и занимаемся питанием и телом, то мы бесспорно всё-таки уходим и в душу, и в мысли, и в ментал, да. То есть всё-таки биохакинг – это такая тема очень широкая, и, например, медитации, да, медитативный образ жизни, позитивное мышление – это тоже огромная часть этого направления. Вот здесь расскажите, что-то вы практикуете, вот ваше мышление, то есть какие-то, может быть, основные ценности, как поменялся ваш образ жизни, образ мышления после того, как вы начали уходить в тело, что произошло с вашим менталом? То есть, как я сказала, да, когда я начала интересоваться вот аюрведой, йогой и так далее, тогда, конечно, тот период жизни, несомненно, очень много времени я уделяла медитациям, дыхательным практикам, ездила на различные там ретриты и так далее. Это, конечно, очень, да, всё здорово, но в какой-то момент в моей жизни мне захотелось немножко более каких-то прикладных вещей, более приземлённых. И я, допустим, ушла от медитативных практик и пришла к психологическим каким-то моментам, то есть мне было интересно вот эту тему проработать. И я очень долго целенаправленно работала с психологом, да, чтобы избавиться от психологического мусора, потому что это другой срез немножко, да, и это тоже очень важно. И вот на сегодняшний день я могу сказать, что медитацию я не практикую. Ещё хотела поговорить о движении, это тоже несомненная часть здорового образа жизни, да, что здесь вы придерживаетесь, каких направлений? Йога, наверное, да. Йогу я заменила на пилатес. Вот опять же, да, говорю о более каких-то прикладных моментах. А почему, кстати, почему? Вот на сегодняшний день всё-таки пилатес считается таким оптимальным, скажем так, видом спорта, который, ну, даже не спорта, а направлением, да, который приводит тело в баланс. Да, йога – это хорошо, но немножко, ну, я бы сказала, пилатес – это более усовершенствовано. Ну, для меня, во всяком случае. У меня вот такой опыт и такое мнение сложилось. И, конечно же, просто фитнес, да, обычное поддержание физической формы, мышцы и так далее, потому что с возрастом идёт у нас распад мышечной ткани, да, мы как бы её теряем, поэтому очень важно её поддерживать физическими нагрузками, силовыми тренировками. Как ваши близкие относятся к вашему лайфстайлу? У вас семья биохакеров или как? Или они обычные люди? Ну, у нас, наверное, скорее семья спортсменов, это можно так назвать. Близкие прекрасно относятся. У меня сын – спортсмен, которого я тоже поддерживаю всевозможными способами, в том числе и правильным питанием. Муж – бизнесмен, которому тоже это всё необходимо. И, естественно, какие-то свои фишки, да, биохакерские я внедряю в семью, и все это прекрасно воспринимают. А, например, какие? Просто интересно, что у вас в семье, вот какие-то общие привычки на всех, скажем, это какие? Ну, если говорить об общих привычках, то это, конечно, правильное питание, и это такое… у меня очень скрупулёзное отношение к продуктам питания. То есть я очень серьёзно отношусь к выбору продуктов, и многие продукты мы просто не едим, потому что я считаю, что это не нужно, да, организму, это вредно. А, например, какие? От каких продуктов стоит отказаться? Ну, например, глютен, конечно. То есть очень много мнений по поводу глютена на сегодняшний день, но у меня есть мой личный опыт, опять же, да. У меня есть дочка, у которой есть особенности здоровья и которые мы вот с помощью, скажем так, правильного питания вывели в отличное просто самочувствие, вот, и это действительно отказ от глютена в первую очередь. Это отказ от сахара и отказ от промышленной молочной продукции, то есть то, что продаётся в супермаркетах. Ну, хорошо, поддерживают вас близкие, это здорово. А что касается вашего окружения, друзей, всех ли вы обратили в свою веру? На самом деле очень многих, потому что у меня проект по нетоксичному образу жизни, который включает в себя, естественно, скажем так, такую популяризацию населения, да, ну и моих близких и друзей по здоровому образу жизни, по нетоксичному образу жизни. Сюда очень много что входит, не только питание, также мы получаем токсины из окружающей среды, очень серьёзно, из пластика, который мы очень много используем. Ну, там много всего, на самом деле. Ну, по теме пластика, я думаю, мы как-то сделаем отдельную программу, потому что это большая, ёмкая тема, и очень многие специалисты об этом говорят, что там есть псевдоэстроген, например, да. Конечно, я могу бесконечно об этом рассказывать. Это на самом деле очень серьёзная тема, которую, да, нужно изучить каждому, да, желательно. Освечить отдельно, да. А я бы хотела сейчас поговорить о таком моменте, как... Вот люди сейчас к этому постепенно приходят, интересуются, и вот вы, пройдя уже большой путь, проб и ошибок, да, что бы порекомендовали, с чего начать, чтобы, может быть, избежать каких-то ошибок ваших и вашего окружения? Ну, я порекомендовала бы, конечно, очень, очень... Первые шаги, вот что? Первые шаги – это, естественно, поменять образ жизни, потому что, как бы мы ни надеялись на какую-то волшебную таблетку, образ жизни, питания – это 80% успеха вообще. То есть, если мы не будем правильно питаться, то всё остальное бессмысленно. Ну, с питания начать. Да, то есть начать с питания. Начать с питания, почистить его максимально, да, отказаться от сахара. Естественно, сахар – это равно старение, это гликация. Особенно после 30 лет сахара вообще можно забыть о нём. Есть, на самом деле, много альтернатив, поэтому... Ну, немного, но альтернативы есть, и это несложно, можно не страдая, да, как бы качество жизни не терять, отказавшись от сахара. Ну, и на моём опыте это всё-таки глютен, потому что и так вот я даже общаюсь, да, с многими людьми и изучаю этот вопрос. 30% европейцев всё-таки глютен не едят. Это уже доказанный факт, что глютен, он ведёт к очень многим аутоиммунным заболеваниям, на самом деле. И, например, наш организм воспринимает глютен как чужеродный агент и может обращать как раз вот эти белки в как аутоиммунный процесс запускать. Хотела ещё коснуться питьевого режима. Что бы здесь Вы посоветовали? Всё-таки вода, она такой элемент, который чистит организм тоже, и стоит увеличивать. Да, да, конечно. И желательно воду пить щелочную, да, защелачивать организм всеми возможными способами, то есть водичку с лимоном, можно пить водородную воду, хотя про неё тоже сейчас очень много скепсиса, но я считаю, что это всё-таки действительно хороший способ. А если в двух словах, что такое водородная вода? Ну, это вода, обогащённая водородом. То есть, чтобы Вы понимали, PH, да, это уровень водорода в организме, да, и у нас есть PH у крови, PH у всех жидкостей. И водородная вода помогает нам этот PH поддерживать в щелочную сторону. Но она как-то отдельно, специально продаётся, или мы можем её с помощью каких-то там приборов добавлять в водород? С помощью, да, конечно. Это фильтры специальные, да. Хорошо. И всё-таки мы поговорили о том, что сахар, глютен, от этого мы отказываемся. Что обязательно ввести? Что увеличить, может быть, каких продуктов? Это, конечно же, овощи. Даже не фрукты, а именно овощи. Зелёные овощи. Вообще, в идеале, Ваш рацион должен быть как можно более разноцветным, да. Вот когда Вы накладываете себе в тарелочку еду, как можно больше цветов используете. Слушайте, интересный лайфхак. А это, естественно, овощи. То есть яркие цвета, морковка, свёкла, что-то зелёненькое и так далее. Шпинат, брокколи, то есть то, что другого цвета. Интересно, а почему, чем это обусловлено? Опять же, это щелочная среда, то есть овощи, они защелачивают организм. Белок организм закисляет, сахар закисляет, молочные продукты закисляют, а щелачивают только овощные. Овощи, фрукты, но фрукты тоже надо очень умеренно употреблять. Не больше двух фруктов в день, и желательно не сладкие, не крахмалистые. То есть яблоки зелёные, гранат, вот что-то такое. Я благодарю за разговор Анну Коврежных. Программа наша подошла к концу, как всегда, было интересно. Я думаю, что мы сделаем с вами отдельную программу про пластик. Почему это вредно, и чем его заменить, это самое важное, потому что в период, когда его так много везде, вы понимаете, о чём я говорю, какие есть, скажем так, инструменты по замене пластикой. Мы сделаем об этом программу, я думаю. А пока. Спасибо большое за разговор. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. До свидания.